Татьяна Летова. Вторая часть повести. Василюк и зоопарк. Рассказ десятый. Наши предки. Когда я увидел живого слона, я не поверил своим глазам. Долго рассматривал его и молчал. Слон был похож на гигантскую мышь, у которой оттянули очень далеко нос. Тянули долго и сильно. Представляя все это, я очень переживала за слона. Если он гигантская мышь, то кого она съела? Я запутался совсем. Мама сказала, что это африканский слон и зовут его Бобби. Мы вдоволь насмотрелись на то, как Бобби долго стоит на одном месте и медленно двигает растянутым носом. Когда мы уходили, я шепнул ему. Я теперь знаю твой секрет, Бобби. Ты мышь. Конечно же, ты свободно попал в зоопарк. Дурацкий чужой аист легко мог тебя принести в клюве. Но тогда кого ты съел, чтобы стать таким огромным? Что ты там шепчешь, Василек, спросила мама. Я, мамочка, говорю Бобби, что он самый настоящий лучший слон в мире. Пока, Бобби, закричал я, улыбаясь маме. Мы поспешили в гости к обезьянам. Мама сказала, что они наши предки. Предки это тети и дяди, которые жили очень давно. Так давно, что у них не было даже ножниц. Поэтому все предки были волосатые, как друг папы дядя Гоша. У него волосатые руки, много волос на лице. Он называет их бородой. Но я не хочу, чтобы дядя Гоша был моим предком. Пойду посмотрю на своих. Наталья Сергеевна в садике нам часто рассказывает, как нужно себя вести, чего нельзя делать хорошему культурному человеку. И надо же, все, что нельзя делать, все это делали мои предки. Мне, как приличному парню, стало очень стыдно за них. Когда мы с мамой подошли к клеткам, я почувствовала, что обезьяны тоже пахнут дедушкиными коровами. Предки прыгали и кричали. Было очень громко. Растрепанные, грязные, шумные. Нет, это опять не мои братья. И уж тем более не предки. Они копались в головах друг у друга, что-то там искали. Потом находили и ели это что-то. Ужас! Они так похожи на людей, а штанишки не носят. Мама вслух читала мне, как зовут обезьянок, а я смотрела на них, не отрываясь. И тут в клетке появился дядя Гоша. Правда, он шел на четырех ногах и злился, показывая всем зубы. «Мамочка, смотри, смотри, дядя Гоша в клетке! Какой он волосатый! А почему он голенький? Он забыл надеть штанишки!» Тетя и дядя, смотревшие на дядю Гошу, так захохотали. Мой простой вопрос опять сделал маму красивой. Ее щеки снова стали красненькими. Она взяла меня за руку и быстро повела куда-то. «Василий, мы уходим из зоопарка». Больше она ничего не сказала. Да и я понял, что уже устал. Мне сразу захотелось домой. Я должен все рассказать папе и дружку. Завтра нарисую всех зверушек, которых видел сегодня. Жаль, что они оказались не моими братьями и сестрами. Я это сегодня точно понял. Ночью мне снились слон-мышь, голова-жирафа, гордый-аист и дядя Гоша. Он висел на ветке, держась за нее одной рукой. Другой рукой он бил себя в грудь и кричал. «Василек, я твой предок! У-у-у!» С вами была Анна Куркова. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова